Приветствую вас, Артём. Вы знаете, мне, если честно, не совсем понятно, в чём заключается проблема ваша. То есть, есть у вас определённая ситуация, да, то есть вот вы с девушкой жили два года и так далее. Вы пишите, что вы ссорились с ней. Всё как у обычных людей. Я вам могу точно сказать, что это не как у обычных людей такая ссора. Это не ссоры, это свидетельство проблем у вас в отношениях. Вот. И я так и не понял, из-за чего всё это время вы ругались. Каковы причины ссоры? На протяжении всего вашего текста у меня возникало ощущение, что вы говорите нам только о следствии, но не говорите о причинах. Ну, приезжала её подруга. Приезжала её подруга, с которой, точнее, у которой, значит, достаточно активная половая жизнь. Ну, и что дальше, опять же, то есть, как бы, какое это имеет с к вам отношение, понимаете? Непонятно, из-за чего вы ругаетесь со своей девочкой, ругались, точнее, тоже непонятно. Понимаете? Какая история и ситуация. Вот. То есть, в чём конкретно заключается проблема? Ваша с девочкой. Совершенно очевидно, что ссоры, которые у вас происходили, вот, они, значит, возникали не из-за, подруги, вот, понимаете? А из-за чего-то, чего-то другого. То есть, тут вот такая история. На мой взгляд. То есть, либо это ваша ревность, что вы боялись, что девочка вместе с, ну, вот, девочка с вашей, то есть, какие-то, о- meses подруга, вместе с вашей девочкой, точнее. Изменит вам. Вот. Но это, опять же, сказано с вашей ревностью, скорее всего. То есть здесь нужно именно разобраться с тем, что между вами вообще происходит. Нужно разобраться с тем, из-за чего ваши ссоры возникли, из-за чего ваши ссоры происходили. Значит, вот вы пишите, что когда вы ей написали, да, она начала обстраковать, сказала, что приедет домой, соберет свою вещь и уедет к подруге жить. Почему вы не остановили ее, когда она приехала домой к вам? Вот. Значит, далее вы извинялись перед ней, просили прощения, покляли, что пересмотрите свое отношение к людям, а какое у вас отношение к людям? Понимаете, Артем, то есть вот непонятно, опять же, в чем ваша проблема. Далее вы пишите, что, значит, сегодня она пришла в гости. Я позвал ее, мы посидели, еще много раз извинился, вот, мы лежали в объятиях, пара раз, то есть, ну, короче, у нее к вам чувства остались, я ее проводил, мы подождали. Автобус, позже, в социклях спросил, подумайте, значит, нас, почему? Вот, знаете, как бы, вы какую цель преследуете? Вы пишите, что, значит, я ее очень сильно люблю, возможно, а ссоры ваши из-за чего? Не из-за того ли вашей ссоры, что вы ее любите слишком сильно? Вот, я за свои 25 лет никого еще так никогда не любил, не пытался вернуть, у меня голова не может спокойно, нормально мыслить, как мне быть, чего ожидать, как мне, что делать, что бы что, я не могу без нее. Я даже собирался через неделю сделать предложение на ее день рождения, а потом все рухнуло в один миг, прошу, не судите, дайте совет, как мне быть, что бы что, Артем, а мне нужно в себе разобраться, в своих целях. Еще раз, девушка ваша, она реагирует на ссоры, но мне не очень понятно, из-за чего ваши ссоры, кроме ревности. Если это ревность, то у ревности есть и причины, страх, одиночество, например, отсутствие реализации, неверность в себе, сравнение с другими людьми. Вот, также не понятно, почему вы начали ссориться, когда подруга девушки была у вас, то есть, за чего были ссоры. Вот, начать нужно с того, чтобы четко отграничить вашу ответственность в ссорах, Артем. Вот это нужно сделать. Чтобы четко отграничить ответственность в ссорах. Это то, что нужно сделать вам. А дальше уже будет, в принципе, видно, как и что вообще будет происходить. Вот. Такая, такая вот история. Вот. То есть, именно из, исходя из ответственности вашей ссорах, уже можно будет давать вам какие-то рекомендации. Вот так, я полагаю. Ну и цель, конечно. То есть, если у вас любовь, то как вот любовь проявляется? А, в общем, нужно делать анализ ваших отношений. Вот. И смотреть на деструктивные паттерны. Скорее всего, вам нужно меняться, но меняться не в сторону перемен, да, а в сторону лучшего понимания своих чувств, своих желаний, своих эмоций, своих потребностей. Вот. Целью разграничения ответственности больше. Выявление более ярко выраженного мужского поведения, более ярко выраженной реализации, чтобы девушка не была для вас единственным смыслом жизни. Вот. Вот в этом направлении вам нужно двигаться. Артём. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.